Здравствуйте, туристы и милитаристы! Миру мир, нет войны! Hourglass от Petrified Fish на улице Отличнейший ножик, очень красивый Единственное, что вот реплика на тему того, что не поставили там Не породистую D2, а поставили породистую K110 Ну это условно, потому что на самом деле D2-шка, китайская D2-шка, она способна просто творить чудеса И в первую очередь именно она поражает сознание здесь, на улице Поэтому я могу сказать по своему опыту, что K110 Она требует более такого пристального внимания Она требует более такого уважительного отношения, чем D2 Потому что, несмотря на то, что распространено, скажем так, мнение о том Что D2-шка, это такая ржавучая сталь Но вот именно первые легкие веснушки легче гораздо отхватить на K110 Но сама по себе железка очень классная И конкретно в исполнении Petrified Fish она летает И чему мы неоднократно убеждались здесь, вот на этой самой полянке Что хочу сказать Очень часто задают вопросы Посоветую бюджетный EDC-шник Посоветую бюджетный там то Посоветую вот то В ценовой категории от и до Самый правильный способ быть в тренде Быть, как говорится, в курсе всех модных течений В том числе цены, качества и так далее Это просто смотреть канал Архадыр постоянно Четыре утра по Таллину Сел в машину, включил Раз-раз что-то привлекло внимание Хоп, обратил внимание на телевизор Посмотрел, дальше поехал Вот, потому что, ну по большому счету Там картинка сильно не меняется В основном какие-то именно комментарии Все, 10 миллиметров Блин, нравится Все, 10 миллиметров Сизалевая веревочка Поехали Hourglass Petrified Fish Ну вот пришлось мне И поерзать И именно Было видно, что не было какого-то именно прохода В одно движение Там, я не знаю Движение 5-6 я точно сделал Именно таких вот Присаживающих Я сегодня Берегу парни Руки Я прямо их берегу Потому что мне через На часы-то не посмотреть Мне через несколько часов Предстоит поехать Чуть-чуть посоревноваться Немножко пострелять И требуется, конечно Я особо сильно не заморачиваюсь Потому что тех, кто заморачивается Они бы в любом случае Не пошли бы ни в спортзал Там, ни на уличный тест Но все-таки хочется немножко Чтобы совсем так сильно Рука не дрожал Поехали Поехали Так что да И приходится немножечко С оглядкой На все на это делать Так, здесь, ребята У меня Не совсем получается Именно выдавить Потому что здесь Такое брюшко Что хочешь-не хочешь Нужно резать Но опять же Сейчас посмотрим Именно как нарез Нет Рез у Petri Fight Fish Мы тоже Видели и получше Здесь даже приходится Видите Попторное движение делать То есть Какого-то правда Взлохматил доску Мне будь здоров как Но А вот это вот А вот это вот А вот это вот Прям Было Здесь еще у нас Сучок Нормалек Сейчас мы его пройдем Оп Сука Занозу Поставил себе Ну ладно Не смертельно Потом вытащу Так Ну раз уж мы Добрались до сучка Давайте мы его Срежем Выломаем Что угодно С ним сделаем Почему? Потому что это В первую очередь Именно Хорошая Тестовая Ну вот Мы его вырезали Хорошая тестовая Такая именно Нагрузка На кромку Правильно? Жарковато Жарковато У нас сейчас Самый-самый Конец мая И Блин Ну В тени 27 28 Глобальное Потепление В Эстонии Вообще Куда-то делать Весна Вот вообще Куда-то делать Потому что Скажем так Конец апреля Начало мая Конец апреля Как раз Когда мы Улетели в Испанию Я был там Недоволен Тем что Ну блин Ну плюс 20 Несерьезно Что это за курорт такой При этом Здесь Выпал снег В Таллине Выпал снег В чем такой Нормальный С сугробами Все четко Вот И мне сразу Стало уютно В 20-ти градусной Гандии Но Фишка в том Что вот Мы приехали Было холодно И тут Херак Как будто бы Радиатор Кто-то включил И сразу Там Плюс 24 25 27 Ну Сейчас Обещают На следующей неделе Похолодание Там до 18 Вот это Идеальная Тестовая погода 18 градусов 15 От 15 До 20 Это идеально Так У меня получилось Сделать Я еще Блин Здесь Мне крайне лень У меня есть Эти Пластыри Но очень лень Ради такой Пиндюшки Идти К рюкзаку Хотя он В шаге от меня Но Сами понимаете Лень Надо как-то Оправдывать Поэтому Пускай Пускай Сей течет Может Комаришка Какой Напьется Так Грубовато Грубовато Что хотел сказать Хотел сказать Что Да Я сегодня Как-то Немножко Руки Чуть-чуть Свои Жалею Не то Чтобы я Там Хочу Показать Какой-то Супер Класс Но С другой Стороны В плане Стрельбы Я веду Какой-то Именно Не то Чтобы Состязание Но Такой Челлендж Лично С собой То есть Я не Претендую Там На Какие-то Сравнения С людьми Которые Живут В тире Жгут Патроны Тысячами И Действительно Там Сам по себе Ритуал Подготовки К каждому Выстрелу Это Отдельная История Нет В этом Смысле У меня Бах Бах Так Сегодня Хорошо Бах Бах Ну Сегодня Сегодня Так себе Как говорится Вот Но Все равно Интересно Потому что Стреляю я Со своей Варьки С открытым Прицелом Механика На 100 И на 300 Метров И Это Довольно Это довольно Интересно В чем Что меня Удивляет Особенно На 300 Там Мишень Ни хера Не видно Но Даже Попадаю Не сказать Что Прям Какой-то Именно Там Прям Выдающийся Результат Но Попадаю Попадаю По мне Так На таком Расстоянии Если Ты попадаешь В черное То это уже Очень хорошо Значит Что-то Видишь Плюс Можете Писать Давайте Дубок Все-таки В комментариях У кого Это случилось В какой-то Момент Когда Зрение Село Хуже Всего Это Отразилось Именно На стрельбе Почему Потому что Ох ты Здесь Срезается Здесь Пролетает Над Вот Этим Местом И Здесь Вот Вгрызается Получилось Так Даже Не совсем Комфортно Зрение Село У тебя Получается Для того Чтобы увидеть Мушку Целих Тебе Нужны Очки Но Как Только Ты Надеваешь Очки У тебя Мишень Она Не Просто Ну Плывет Как При Обычном Зрении Ее Местами Просто Не Видно Какая То Еле Еле Угадываем Вдали Черная Точка Такая Совершенно Совершенно Полностью Размытая И В этом Плане Все время Мне приходится Именно Каждый раз Делать Выбор То есть Пистолет Это по-любому Очки Винтовка Там уже По ситуации Там я стараюсь Как-то Пока что Обходиться Обычными Ну я имею ввиду Бездиоптери Очками То есть Как-то Вот так Так Ну что Парам Парам Пам Оливка Здесь у нас Сучочек Попался Скажем Без Какого-то Особого Энтузиазма Без какого-то Супер Восторга Твердой Деревяшки Мы прошли И в принципе Сегодня Я говорю Сегодня у нас Нож Замечательный И я понимаю Что Здесь Такой момент Что иногда На Уличных тестах Если нож Не показывает Какую-то Супер Бритвенную Там остроту И как-то Не летает По Тестируемым Материалам Ну Блин В большинстве Случаев Для меня По сути Это ничего Не значит Почему Потому что На самом деле Для меня Самое главное Чтобы нож Был удобный Но Кого я обманываю Для меня Самое главное Чтобы нож Нравился Мне Если мне Нож Нравится То вопрос Заточки Это всего Лишь вопрос Заточки Правильно Вот Второй момент Это безопасность Удобство Потому что Нож Может быть Красивым Но И вот Ты понимаешь Что Кроме Красоты Он Тебе Просто Вот Ну Ничего Не дает Абсолютно Ничего Не дает Потому что Его невозможно Брать в руки Он Действительно Как сказать Неудобный Здесь С комфортом С красотой Все в порядке А именно Вот Всякие Разные Там Веревки Ну Это вопрос Именно Немножко Поколдовать В данном Конкретном Случае У нас Идет Очень Сильная Нагрузка На режущую Кромку В районе Кончика Потому что Как вы видите Заход Кромки На кончик Совершенно Бармалейский Здесь Убивается Не кончик Здесь Убивается Именно Кромка Потому что Боковые Вот эти Движения Мы Как бы Проламываем Скорлупу Именно Боковым Движением Кромки И Насколько Я Вижу У нас С кончиком Полный порядок Нож Живой Все По красоте Так Да Да Единственное Что у меня Вот как-то Именно Получается Категорически Плохо Критично Плохо Стрелять Это Пистолет 25 метров Потому что Винтовка Ну Винтовка У меня Я говорю Варенька Она мне Просто Как родная Я прямо Обожаю Свою винтовку ВИАЭР Чешская Отдача Ну Я ее Просто не чувствую Ее как будто бы И нет Вот Очень Точное Классное Высококачественное Оружие С одним Единственным Минусом Когда я Произвожу Выстрел Даже Бывалые Люди Рядом Стоящие Оглядываются Чтобы Посмотреть Что там За гаубицу Парень Принес Потому что Она Бабахает Так что Нереально Просто Так Окей Хорошо Бумажечка Вот И пистолет Быстрый Пистолет Я имею Ввиду Какие то Именно Там Какая то Тактика Какой то Какие то IPC Дисциплины Ну Нормально Опять же Здесь Нечего Как бы Как обычно Плохому танцору Знаете сами Что мешает Правильно Поэтому Ну Середнячок В руке Лучше Не в руке Хуже Я понимаю Что если бы Я практиковался То у меня Были бы гораздо Выше результаты Но с другой стороны Это чисто Момент Времени И в первую очередь Финансов Потому что Стрельба в Эстонии Это вообще Не Не бюджетное Занятие Вот А вот 25 метров Блин Короче Каждый выстрел Выцеливаешь Как мудак Контролируешь Все Просто Вот как Я не знаю На дальней дистанции С винтовкой Так не контролируешь Себя И все равно Что то там Хотя бы там Одна две Падлы Куда нибудь Там в белое Улетят Ну Что делать Ну вот у нас Получилась Вторая попытка Гораздо лучше Чем первая В любом случае Несмотря на то Что это не золотой фонд Это нормальный Как говорится Добротный тест Но здесь Действительно Есть над чем работать В плане Режущей кромки Сам по себе Нож Конечно За свои деньги Просто Атомная бомба По другому не скажешь Спасибо за просмотр Всего доброго Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok